Память о тех, кого уже нет. Православные готовятся встретить Радуницу. Если у вас имеются малолетние дети, не берите их с собой в места захоронения. Как будет работать общественный транспорт? Смертельная стихия. В Бавруйске на пожаре погиб мужчина. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Кто не затушил окурок? Добро пожаловать! В Бавруйске открылся новый гипермаркет. Магазин вообще прекрасный. Брать ли тележку? А также дополнительные занятия, международное партнерство и автомобильный рай. Белстат подсчитал, сколько транспортных средств находится в личной собственности у белорусов. Пользуются ли популярностью электрокары? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Память, соединяющая поколения и времена. Близится Радуница. Люди традиционно поедут к местам захоронений, чтобы навести там порядок. Десятки тысяч верующих посетят храмы. Изменится и движение транспорта. Обо всем по порядку. Роман Костюков. Приходить на кладбище горожане начинает еще задолго до Радуницы. Чаще всего целыми семьями. Вооружившись инвентарем, в местах погребения идет генуборка. Прийти во время праздника на чистую территорию себе приятно. А для умерших дань памяти. Закупиться ритуальными атрибутами не проблема. По всему городу организованы торговые точки. Честно сказать, ажиотажа сейчас нет. Почему? Потому что очень много цветов. И более уже склоняются к свежим цветам. Но потихоньку торгуем. Более так, ну, розы предпочитают. Другой ромашки. Ну, каждого свое. На третий выходной мая выпадает большой уикенд. Скучать в городе будут не все. Выбраться на природу предпочтет большинство. Важно не превратить праздник в беду. Отдыхая на природе, помните, что разжигать костры и устанавливать мангалы нужно только в разрешенных местах. Не разжигайте костры под кронами деревьев и на торфяниках. Помните, что опасно использовать легко воспламеняющиеся жидкости. Ну, а после отдыха на природе оставьте чистоту. В предпраздничные дни и на Радуницу произойти может многое. Общественный порядок на этот период в усиленном режиме обеспечат сотрудники УВД. Уважаемые граждане, не оставляйте свои личные вещи без присмотра, а также не доверяйте их посторонним лицам. Если же у вас имеются малолетние дети, не берите их к местам захоронения, так как они могут потеряться. Для большего удобства меняется расписание маршрутов общественного транспорта. Автобусы номер 5, 17, 31 проследуют до остановочного пункта Березовичи. Интервал от 10 до 30 минут в зависимости от пассажиропотока. 4Г от Дзержинского до кладбища Восточное будет ходить с тем же временным промежутком. От тепличного комбината до деревни Антоновка каждый час. 13-й до Ломов с полдевятого утра до четырех дня с разницей до получаса. Движение маршрута номер 70 отменяется. Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Живцов, Бобруйск, 360. Последний вдох. Огонь унес жизнь бобруйчанина. Тревожный звонок поступил в службу МЧС 8 мая от жильцов пятиэтажки на Октябрьской. На четвертом этаже горела двухкомнатная квартира. По словам соседей, 54-летний хозяин находился внутри. Спасатели обнаружили мужчину на полу в прихожей без сознания. Несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибший нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Полные тележки. В Бобруйске открылся новый торговый объект. В торжественной обстановке на главной улице города двери распахнул строительный гипермаркет. В ассортименте от болта до черепицы. Товары для стройки, ремонта, электрика, сантехника. Есть где разгуляться дачником. Грунт, саженцы, удобрения. Весь спектр садовой продукции. Первые покупатели уже успели по праву оценить строймаркет. Пока весь магазин не прошел, но достаточно большой ассортимент. Все красиво, все хорошо. Магазин отличный. А такой крупный будет третьим. Так что, думаю, достаточно значимый. Уже успел поучаствовать в конкурсе. Выиграл скребот, розыгрыш. В целом нравится. Магазин вообще прекрасный. Я думала, будет только все за строительство. Оказалось, все для ремонта есть. Куча посуды. Во время ремонта просто незаменимые вещи. Благодаря открытию значимого объекта в городе создано более 100 новых рабочих мест. Удовлетворить спрос, обеспечить качественное обслуживание в новом строймаркете готовы ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Это приятно и отрадно, что в городе у нас открылся такой объект. Хочу поздравить всех с открытием его. Пожелать успешного развития, процветания и отменной репутации на фоне здоровой конкуренции в сфере торговли. Мы ориентируемся на спрос покупателя. Введем тетрадки спроса и в кратчайшие сроки, то есть в течение 2-3 дней стараемся привезти тот товар, который нужен покупателю. Билд на Минской гипермаркет на новый лад. Для комфорта покупателей продуманная до мелочей планировка информационные вывески. Значимый плюс – возможность забрать качественные покупки на авто. Для удобства оборудован специальный въезд. Семейный вопрос, кинолента о подвиге и урок с пользой. Минобразование утвердило учебные программы с семи факультативов для школьников. Чему будут обучать юных белорусов? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Беларусь и Саудовская Аравия развивают сотрудничество в сфере торговли. Внимание партнеров привлечено к перспективам укрепления взаимодействия в промышленной и сельскохозяйственной отраслях. Важным шагом в плодотворной работе между странами стало проведение белорусско-саудовского бизнес-форума, на котором Синёгая продемонстрировала свой экономический потенциал. Минобразование утвердило учебные программы семи факультативов для школьников. Учеников обучат грамотному финансовому поведению в социуме, обеспечению информационно-психологической безопасности, основам предпринимательства. Все знания нацелены развивать нравственные, личностные и физические качества юных граждан Беларуси. Белстат подсчитал, сколько транспортных средств находится в личной собственности у белорусов. На конец 23-го у физлиц было свыше трех миллионов легковых автомобилей, в том числе электромобилей без малого шесть с половиной тысяч. Мотоциклов и мотороллеров почти 424 тысячи, автобусов более десяти. Почти 80% белорусов проживают в семьях. Согласно последней переписи населения, 44% семей, около одного миллиона, имеют детей в возрасте до 18 лет. У большинства один ребенок. Министерство труда и социальной защиты ведет автоматизированную информационную систему учета многодетных с 2020-го. Каждый четвертый малыш воспитывается в многодетной семье. «Беларусь» фильм снимет картину о батьке Минае. Кинолента расскажет о герое Советского Союза, человеке, подвиг которого приблизил победу в Великой Отечественной войне. Сценарий утвержден, формируется съемочная группа. Начало съемок запланировано на август. Также несколько дней назад состоялась премьера фильма «Время вернуться», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси. В основе сюжета – реальные события. «Боль на холсте» в Бобруйске открылась новая выставка. Искусство через слезы в художественном музее на стенах произведения, пронизанные болью. Выставка «Черные зори» о трагичной истории нацистского лагеря Азаричи. Его узники были освобождены 80 лет назад советскими войсками. Страшные события живут в памяти и спустя десятилетия. Фотографии, воспоминания, документальные материалы, которые сопровождают работы, пробирают до дрожи. Проект предусматривает собой как передвижную выставку. Эта выставка экспонировалась в Светлогорском. Картины галереи «Традиция», картины галереи имени Вашченко в Гомеле. И сейчас она приехала к вам. Мы надеемся, что она тоже придет должное впечатление на зрителей и на молодежь. Эти картины рассказывают о плачевном прошлом, о том, как же страшно было людям во время Второй мировой войны. Они словно переносят нас в прошлое и показывают всю боль и страдания других людей. Великая Отечественная война, в принципе, является очень трагической страницей в истории нашей страны. И любой момент из нее, и код с лагеря, которые отражены на картинах на представленной выставке, и партизаны, и борьба в тылу – это все, конечно, захватывает и трогает душу до слез на глазах. Проект объединяет творческую группу Гомельской областной организации Белорусского союза художников. Сквозь призму искусства проникнуться истории можно до 8 июня с 10 до 19 часов по адресу Максима Горького, 28, выходной – понедельник. И спеть, и посмотреть. Празднование Великой Победы в Бобруйске завершилось караоке-концертом и кинопоказом под открытым небом. Акция «Поем вместе» песни Победы стала одним из самых поздних мероприятий праздничного дня. Однако это не помешало звонкоголосым бобручанам прийти и вместе исполнить такие знакомые военные композиции. Интерактивный формат позволял. Сразу после, в 21.30, вниманию всех присутствующих, был представлен кинопоказ военной картины «Расправляя крылья» режиссера Ольги Музалевой. Сюжет фильма повествует о советской летчице Анне Петровой, которая после тяжелого роднения стремится вернуться на фронт, чтобы приблизить долгожданную победу. Судя как население города подхватывало эти лучшие произведения и с радостью и с хорошим настроением исполняло их, это говорит о том, что понравилось бобручанам. И, конечно, мы со своей стороны будем придумывать и реализовывать разные интересные проекты. С каждым годом празднования Великой Победы становятся все более яркими. Бобручане с трепетом в сердце чтят этот великий день, посещая всевозможные организованные мероприятия, при этом проявляя любовь к своей истории и патриотизм. Молодежные организации на любой вкус. Какую выбрать? Как нести пользу людям, себе и окружающей среде? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok